Совершенно верно, я родился в Плесецке, это Архангельская область, не доезжая 200 километров до Архангельска. Там сейчас известный космодром Плесецкий. Вот там, где я родился, там сейчас вот этот космодром. Мы раньше туда по грибы, по ягоду ходили. А как я попал в Казань? Очень просто. Когда я заканчивал музыкальное училище в Архангельске, как раз, и у меня была рекомендация в Ленинградскую консерваторию, но мой младший брат Володя, он уже тоже был музыкант, я тоже уже играл в джаз. И он мне порекомендовал, поезжай, говорит, в Казань, там, говорит, есть Лустрем, и через год я к тебе приеду. А почему? Потому что в 1958 году мы впервые услышали в Архангельске оркестр, вживую оркестр, тот еще, шанхайский оркестр Олега Лустрема. И мы были, считали, что вот в Казани джаз есть и будет всегда. Да, и так получилось, что я приехал сюда в Казань, потом через год приехал брат, и так я здесь вот по сей день. И закрепились здесь, да. Да. А сколько времени вам понадобилось на то, чтобы собрать такой большой коллектив? Ну, времени особого как бы не было. История создания этого оркестра такая, что в 2011 году было решено объединить два оркестра. Это оркестр кинематографии, бывший оркестр под руководством Виктора Эдуардовича Деринга, и странно-симфонический оркестр филармонии, которым руководил Утей, Рустем Утей. И когда их объединили в филармонии, и сюда еще вошли ребята из бывшего оркестра Синтез Бэда. И так вот здесь на сегодняшний день собраны практически лучшие музыканты нашего города. И я думаю, что это вот, ну не все, что есть, но я думаю, что это самое, ну как сказать, лучшее, что есть на сегодняшний день в Казани. А сколько по времени проходит Ваша репетиция? То есть как часто Вы собираетесь? Ну мы что, мы работаем в филармонии, мы собираемся ежедневно, мы работаем, репетируем по 4 часа. То есть это обычная практика репетиционная, когда и симфонические оркестры так репетируют, и духовые, и джаз-оркестры, ничем не хуже других оркестров. Мы ежедневно, мы там работаем в филармонии, наша ежедневная работа там. Понятно. Ну что, давайте послушаем следующую композицию, как она будет называться? Следующая композиция, это будет песня Ричарда Рожжерса «My funny Valentine». И споет ее солистка нашего оркестра, это молодая певица, ученица нашей прежней солистки Лирии Чугуновой, это Юлия Хусаинова. Здорово. Просим вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...